Здравствуйте! В эфире информационная программа новости РФЦНЕФ в студии Константин Перевозчиков. Сегодня в выпуске. Визит руководителя ФМБА. Интервью с заведующей поликлиникой номер 2. Об изменениях порядка выезда из города через КПП. Музыка нас связала. В Центре культуры и досуга в НЕФ прошел отчетный концерт эстрадно-вокальной студии «Апрель». Жемчужина России 2020. Начальник исследовательской группы РФЦНЕФ, обладательница золотых медалей всероссийских соревнований по лыжным гонкам. Далее расскажем обо всем подробно. В РФЦНЕФ с рабочим визитом побывала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Делегации ФМБА сопровождали директора Российского федерального ядерного центра Валентин Костяков, представители госкорпорации «Росатом», представители правительства Нижегородской области и органов местного самоуправления «Сарова». О том, как прошла ее встреча с медработниками поликлиники номер 2, расскажем далее. Главная задача сотрудников поликлиники номер 2 – поддержания профессионального здоровья и трудового долголетия людей, которые трудятся на благо государства, отвечают за сохранение суверенитета страны. Поэтому деятельность этого медучреждения во время своего визита Вероника Скворцова уделила особое внимание. Из проблем руководитель ФМБА отметила лишь дефицит кадров. В остальном работа поликлиники и медперсонала была оценена на высоком уровне. Мы услышали положительные перспективы на ближайшее будущее, о том, что у нас будет увеличено количество медицинских сотрудников, что будут медицинские кадры, что будет увеличено финансирование на обновление оборудования. Вероника Игоревна отметила и хороший коллектив поликлиники, и хорошо выстроенную логистику организации медицинских приемов нашей поликлиники. Несколько лет назад в поликлинике номер 2 началось внедрение бережливых технологий. Медицинские работники собрали мнения пациентов, сотрудников Российского федерального ядерного центра в НЕФ, о том, чего не хватает для улучшения работы медучреждения. После обработки анализа информации при поддержке градообразующего предприятия здесь началась реализация нескольких программ, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи. Первый проект посвятили организации медосмотров, которые сотрудники института проходят регулярно. За два года работникам второй поликлиники удалось достичь впечатляющих результатов. Если раньше эта процедура занимала от шести часов до нескольких дней, то сегодня пройти всех врачей можно максимум за три часа. Это удалось делать благодаря тому, что все кабинеты медосмотра расположены в одном месте, на одном этаже. Предварительно проводится подготовительная работа по распределению потоков пациентов. И сейчас мы все более активно внедряем забор предварительных анализов на травмпунктах непосредственно без отрыва от производства. Кроме того, результаты анализов бывают уже готовы в день медицинского осмотра, поэтому и заключение врач может дать уже в этот день. Для успешной реализации проекта был сделан ремонт, произведена реконструкция врачебных кабинетов. По этому же принципу теперь проводятся медосмотры в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения. Как театр начинается с вешалки, так поликлиника начинается с регистратуры. Поэтому второй большой проект в рамках развития бережливых технологий посвятили именно этой части медучреждения. И для начала распределили обязанности сотрудников. Одни из них работают только на телефонах, на приеме вызовов, на информировании пациентов, приеме любых звонков. Это так называемый колл-центр, где выполняется только эта работа. Следующие сотрудники выполняют работу консультативную и также, в общем-то, распределяющую, когда пациенты обращаются в поликлинику. Это непосредственно регистратура, но она отделена от картохранилища. К тому же рабочий день в поликлинике начинается в 7 утра, что позволяет грамотно распределить потоки людей. И если пациенты приходят ко времени, написанном в талоне, а не в любое им удобное, то они никогда не столкнутся за большой очередью в кабинеты или регистратуру. Даже в весенний-зимний период, когда повышена заболеваемость вирусными инфекциями и гриппом. Врачи в очередной раз напоминают, что грипп – довольно опасное заболевание, которое при отсутствии надлежащего лечения может привести к серьезным последствиям. Самым эффективным способом борьбы с распространением вируса остается своевременная вакцинация. Ей подлежат все слои населения – сотрудники заводов и площадок, сферы обслуживания, медики, водители общественного транспорта, студенты и школьники. Но на особым контроле у врачей люди с хроническими заболеваниями. К ним относят жители города с сахарным диабетом, ожирением, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также курильщиков и лиц старше 60 лет. Вакцинация – это достаточно быстрая и безболезненная процедура. Урана позволяет избавиться от необходимости пить лекарства от гриппа и стойко переносить все его симптомы. Кроме того, вакцина от гриппа способна сэкономить время, потраченное на лечение заболевания и восстановление сил после него. Управление режима и охрана информирует, что в порядке продолжения эксперимента с 13 марта 2020 года и в течение двух недель выезд через все КПП будет организован без высадки пассажиров жителей города, с предъявлением часовому личных постоянных зональных пропусков. Порядок распространяется на транспортные средства, в которых не более пяти посадочных мест. На КПП номер 3 организовано правостороннее движение, проезд-то упраздняется. Въезд в Затосаров осуществляется в установленном порядке. К другим новостям. Поделиться творчеством, вдохновением и любовью к искусству со всеми ценителями прекрасного. В Центре культуры и досуг Рафиацнев прошел отчетный концерт эстрадно-вокальной студии «Апрель». В этот раз солисты исполнили уже давно полюбившиеся зрителю хиты о любви, родине, дружбе. Об участниках коллектива, прошлых победах и планах на будущее расскажем в следующем репортаже. С детства Ирина Левченко испытывает особую любовь к музыке. И уже со школьной скамьи решила, что свяжет свою жизнь именно с этой сферой. Ирина принимала активное участие в различных мероприятиях, пела на праздниках, концертах, окончила Петропавловское музучилище и приехала к нам в город. Здесь, в то время в ДК имени Ленина, ей предложили возглавить вокальный коллектив эстрадной песни. Сегодняшний коллектив – это солисты, это сотрудники подразделения ВНИЕВ, муниципальных учреждений и медицинские работники. Люди разного возраста, которых объединила любовь к вокальному искусству. Вокальный коллектив был создан в августе 1985 года, но первый серьезный выход на сцену состоялся лишь в апреле. Отсюда и появилось название. С тех пор поменялось многое – участники, репертуар, подход к репетициям. Но неизменным осталось одно – огромное желание солистов вновь и вновь выходить к зрителю и радовать его любимыми песнями. Когда первый раз делают первые шаги на сцену, конечно, желание попробовать себя. И потом незаметно для людей это втягивает. Это втягивает, это эмоция, это соединение твоей души, твоего сердца. И когда человек, вот мои ребята выходят на сцену и делятся, и получают ответы из зрительного зала, это дорогого стоит. И они понимают, что уже без этого они просто не могут жить. Сотрудник Федерального ядерного центра ВНЕФ Алексей Пригляднов признается, что и правда не представляет уже своей жизни без репетиций и выступлений на сцене. В этом году он дал первый сольный концерт. Любовь к музыке, как и у многих, появилась еще в детстве. Сначала я занимался музыкальной школе у педагога на классической гитаре. Вот, и, ну, любил петь дома. И вот так вот со временем тянулся и пришел в коллектив к Ринздулайне в апрель. Это дает мне какие-то силы, вдохновение, как-то отойти от рутины. Без коллектива «Апрель» не обходится ни один праздник в Центре культуры и досуга ВНЕФ. При этом ребята успевают выезжать на престижные вокальные конкурсы всероссийского и международного уровней и занимают там призовые места. За плечами Елены Барышевой уже не один десяток выступлений перед компетентным жюри. Для меня всегда было самым сложным – это побороть волнение. Да. И вот именно поэтому, наверное, я для себя, ну, решила, что мне нужно, ну, поездить, так сказать, на конкурсы, потому что там особое волнение, которое, вот, наверное, нигде не бывает, даже на концерте такого волнения нет, как на конкурсе. Вот когда я смогла побороть волнение именно там, то мне проще было выступать перед зрителем, то есть на каких-то мероприятиях, на концертах. Любовь и Родина – вот основные темы репертуара Елены. В прошлом сезоне она стала лауреатом третьей степени десятого международного конкурса фестиваля православной и патриотической песни «Арзамасские купола». И это событие стало особенным для девушки. Вообще конкурс «Арзамасские купола» для меня такой особый, наверное, потому что я очень много раз там принимала участие, то есть заочный этап я проходила всегда, а уже непосредственно на очном этапе, то есть занять призовые места у меня никогда не получалось. Вот именно 2019 год, вот это для меня такое знаковое событие, где вот именно «Арзамасские купола» и я заняла третье место. Творческий сезон 2020 для коллектива «Апрель» только начался. И отчетный концерт «Музыка нас связала» показал, что солисты готовы вновь покорять вокальные олимпы. Кроме того, в этом году ребят ждет большое событие. В этом году осенью коллектив, вокальный коллектив эстрадной песни «Апрель» Центр культуры и досуга в Нев будет отмечать свое 35-летие. Конечно же, на празднование приедут со всех уголков бывшие солисты, участников коллектива. Их огромное количество. Это те люди, которые выехали в свое время, кто женился, кто замуж вышел, а кто-то живет в нашем городе, имеет свои проекты творческие, они стали самостоятельными творческими людьми. Я этому тоже очень рада. Любить искусство в себе – вот девиз каждого участника вокальной эстрадной студии «Апрель». Каждую песню солисты будто проживают на сцене. Этим они цепляют своих зрителей, которых с каждым годом становится все больше и больше. С 3 по 6 марта в Самаре прошли традиционные соревнования по горнолыжному спорту «Жемчужин России» – седьмой этап «Мастерск Кубка России». Они проводятся в нашей стране уже более 30 лет. За звание лучших борются любительские коллективы – ветераны горнолыжного спорта из многих регионов. По традиции в состязаниях принимают участие и спортсмены Федерального ядерного центра ВНЕФ. Фигурное катание, беговые лыжи, плавание, волейбол – наверное, нет такого вида спорта, в котором Анна Воронова не пробовала себя. Еще в школе она принимала активное участие в различных соревнованиях и продолжает делать это до сих пор. Спорт – это вообще образ жизни, которому меня приучили родители. Спасибо им большое, я очень благодарна за это. Анна окончила школу с золотой медалью, поступила в МИФИ, а после по распределению попала в Федеральный ядерный центр в НЕФ. Здесь она освоила новый вид спорта, без которого теперь не представляют жизни – горные лыжи. Нас друзья привели на гору нашу, глубокую, которая в карьере расположена, и дали попробовать свой инвентарь. Ну, это был просто вот один раз, и все, я заболела навсегда, бесповоротно, и все, и началось. И буквально со следующего года я начала ездить. Это было в 88-м году, в 1988-м. И после этого я начала каждый год практически ездить на соревнования. И по-прежнему не изменяет этой традиции. Даже этой зимой, несмотря на практически полное отсутствие снега, вместе со своей командой Анна приняла участие в соревнованиях «Жемчужина России-2020» и седьмом этапе Кубка «Русмастерс» в Самаре. Зима в этом году не удалась, но тем не менее соревнования сейчас проходят на искусственном снегу в основном, потому что совершенно другие условия искусственный снег. Он жестче, упор получше, быстрее, получает скорость и больше. В состязании проходили четыре дня по разным дисциплинам. Комбинация – гигантский слалом, супергигант, спецслалом. И в каждом Анна показала лучший результат. Супергигант у меня серебро, а в остальных трех видах золото. Очень была сложная борьба. Вот у нас хорошие ребята, очень хорошо прошли трассы, но соперник серьезный, достойный. Всего в соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов со всей страны. И несмотря на высокую конкуренцию, саровским лыжникам удалось получить настоящее удовольствие от заездов. Соперники мы друзья, потому что год от года в одной и той же компании едем и общаемся с одними и теми же людьми. И очень приятны эти встречи. Но сложная самая дисциплина. Ну, наверное, супергигант, потому что у нас нет возможности тренировать эту дисциплину. Это очень большие скорости, расстояния. Ну, вот не получается тренировать. А любимое – это слалом, спецслалом. Вот, очень-очень хорошие трассы поставили. Просто удовольствие получили вот именно от трассы, от прохождения. Погода была замечательная, солнце светило, морозец был легкий. Вот идеальные условия для слалома. Сейчас у саровских спортсменов-любителей перерыв. В планах принять в этом году участие в финале Мастерс Кубка России и вновь показать всей стране, на что они способны. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.troynoiwnev.ru и в эфире канал «16» по четвергам в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова